Вячеслав Класин – нумеролог. Он уверяет, числа, которые нас окружают, номера дней, месяцев, лет – не случайны. Все вместе они могут рассказать о прошлом, настоящем и будущем. Уходящий 2020-й, уверяет нумеролог, лишь на первый взгляд был провальным. С точки зрения учения о числах, именно с двух двадцаток стартует новый десятилетний жизненный цикл. И уходящий, по сути, закладывал фундамент будущего года. Это нормально, что в этом году у нас очень мало результатов, потому что мы себе, если мы правильно поняли этот год, мы фундамент готовим до 2029 года. В этом плане очень важно каждый месяц разложить. В принципе, у нас еще время есть до конца года. И вот этот момент сделать, что мы каждый месяц должны проанализировать и взять оттуда что-то полезное. Что это будет? Выводы касаемо ведения бизнеса или личной жизни – это уже касается каждого из нас персонально. Вячеслав лишь отмечает, новые проекты в следующем году начинать не просто можно, но и нужно. С таким мнением солидарна и Юлия Шефер, ведический астролог. В 2021-м, говорит женщина, правит в небе балом Сатурн. А где эта планета, там и заслуженные деньги. Можно заработать много работы. Сатурн кто такой? Это работяга. Это такой вот по заслугам. Все дает по заслугам. Все, кто что заработал, тот и получит в 2021 году, получается. А не получается, нужно еще раз пробовать, нужно не сдаваться, нужно идти позитив и все. Вот это вот у нас получается лозунг 21-го года. Работать, работать, работать. Однако следующий год тоже вряд ли будет сильно легким. По сочетанию планеты звезд, подмечает Юлия, 2021-й похож на 1961-й. А тогда, как мы помним, было разное. С одной стороны, покорили космос, окончательно победили в СССР черную оспу, как говорится, привет коронавирусу. С другой стороны, в Берлине тогда же возвели печально известную стену, а на Новой Земле испытали сильнейшую в истории водородную бомбу. Именно ею, говоря про Кузькину мать, грозил американцам Хрущев. И вскоре мир оказался на грани атомной войны. Юлия, как и многие ее коллеги, считают, утверждать, что Новый год преподнесет подобные сюрпризы, не стоит. Важнее другое, чтобы не говорили звезды, чтобы они нам не предсказывали, то, каким будет следующий год, во многом зависит от нас самих, наших приоритетов, сознательности и ответственности. Илья Кочетков, Александр Антропов, День с толком.